Всем привет! Меня зовут Лара. Добро пожаловать на мой канал. Это видео-короскоп для представителей знака Телец. В следующей неделе, 21-27 июня. И мы пройдемся по всем сферам жизни. Что будет происходить в семье, в работе, в любви, в отношениях, в карьере. Что вас удивит? Чего вам не стоит делать? Возможно, карты вам приготовили, сюрприз, приятный или неприятный. Мы посмотрим дальше. Также, возможно, вы получите предупреждение. Также, если у вас есть какая-то сложная ситуация в жизни, или вы не можете найти решение, или просто хотите получить персональный гороскоп, вы можете связаться со мной по всем каналам связи, которые вы найдете под этим видео. Я являюсь дипломированным психологом, тарологом, румовым. И я всегда готова помочь. И я сделаю это для вас совершенно бесплатно. Итак, немножко терпения. И мы начинаем. Итак, мои дорогие кельцы, что вас ожидает на следующей неделе, в период 21 по 27 июня? И мы видим, что вы будете иметь какие-то пустые хлопоты, проблемы из какого-то человека. Эти хлопоты, проблемы вам создаст некий человек. Такой, знаете, циничный, не очень хороший такой человек. Это чужой для вас человек, он обманщик. Такая, знаете, непредсказуемая личность. Азартный, возможно, игрок. И причем он создавал эти проблемы на протяжении какого-то времени. Вы будете иметь разговор с этим человеком. Что будет происходить дальше, как это касается, допустим, либо семьи, либо работы, мы посмотрим дальше. Что будет происходить в семье? И в семье мы видим очень такого, знаете, очень серьезного, допоропорядочного человека. Это может быть мужчина, это может... Мы видим здесь человека в униформе. Это может быть юрист, врач, полицейский, начальник. Мужчина в возрасте, либо военнослужащий. И такой он полон сил, он очень уважаемый такой человек. И если вы мужчина, то это о вас. Если вы женщина, то рядом с вами вот такой мужчина. То есть мужчина достаточно такой солидный и очень уверенно стоящий на ногам, который решает очень легко любые вопросы в этой жизни. Браво! Мне нравятся такие люди, которые решают вопросы одним звонком. Что будет происходить в работе? В работе у вас завал будет, мои дорогие тельцы. Но к концу недели вы с этим справитесь. У вас будут какие-то неожиданные, либо провалы, неудачи. Возможно, даже какие-то, знаете, люди вам помешают. А, вот как мы уже говорили, какой-то человек вмешается в ваши... Значит, это будет связано с работой. Возможно, кто-то копает под вас, вы занимаете очень солидную должность. Кто-то просто элементарно копает под вас. Потому что здесь ждет обман, ссоры, воровство, манипуляции. Какой-то нехороший человек, который прикидывался вам, вашим другом, кстати говоря. Так что присмотритесь к своему окружению, мои дорогие тельцы. На следующей неделе. Причем человек здесь такой, я вижу, очень серьезный, очень солидный. Что будет происходить в отношениях? В отношениях, скорее всего, я вижу, что человек тельец. Вы будете больше сфокусированы на своей карьере, на решении своих вопросов в карьере и в работе. Вы будете также иметь вечеринку с вашими друзьями, потому что, возможно, вы получите некую сумму денег, возможно, выигрыши, возможно, плату, возможно, какой-то хороший бонус, хороший финансовый куш. И вы, скорее всего, будете просто наслаждаться с вашими друзьями. Здесь карты говорят, ищущие удовольствие. То есть вы будете просто общаться больше с вашими друзьями. Что вас будет поддерживать? Вас будет поддерживать ваша интуиция. Вы, знаете, вы как очень мудрый человек. Вы четко знаете, как вам двигаться. Вы знаете, как вода, которая, если какая-то преграда, эта вода либо срывает плотину, либо останавливается на время и ждет, когда эти помехи можно будет либо обойти, либо как-то, знаете, справиться с этим. Также вас будут поддерживать ваши амбиции. Вы очень амбициозный человек. И если вы наметили себе цель, вы четко следуете. Вот ваши достижения. Вы, наверное, очень гордитесь вашими достижениями и успехами в ваших камерах. Скорее всего, у вас окружительная карьера. Мои дорогие тельцы. Высокая должность. Да. Признание, слава. И вы в центре внимания. Мои дорогие тельцы. Карта нам здесь четко показывает человека при очень высокой должности. И это называется при большом фагоне. Так что снимай шляпу, мои дорогие тельцы. Какие будут у вас помехи на следующей неделе? Помех не будет. Вы получите какой-то незначительный документ. Будут переговоры, но будет найден компромисс. И будут улажены. Все конфликты будут улажены. Потому что что-то такое произойдет, вам поможет некий друг, который есть в вашем окружении. Что-то очень хорошее произойдет. Даже если у вас были помехи, как мы уже видели, неожиданные какие-то неудачи, провалы, обман, манипуляции. Вы с этим справитесь. Что-то такое неожиданное. Что-то поможет. Вот он, знаете, как вспышка. Раз, и вот все, как, знаете, как неприятность, как гром среди ясного неба. И тут же тучи развеялись, и опять все хорошо. Что будет результатом этой недели? Результатом будет на этой неделе встреча. Возможно, у вас есть либо воспитанники, или человек, которого вы обучаете чему-то. Студент. Здесь четко показан студент. Очень честный, такой, знаете, подмастерье. Справедливый молодой человек, который находится рядом с вами. Который жаждет знаний, который жаждет перенять ваш опыт. И вы это с удовольствием сделаете. Вы захотите поделиться опытом с таким человеком. С этим человеком. Да, возможно, вы будете позадумать о том, чтобы передать опыт более юному, скажем, неопытному какому-то воспитаннику. Что будет для вас сюрпризом? А сюрпризом для вас станет женщина. Да. Эта женщина, скорее всего, незамужняя. Очень страстная, эмоциональная, молодая. Не бедная. Знающая себе цену. Женщина такая, но, знаете, она хоть и выглядит так немножко легкомысляно. Я бы не сказала легкомысляно. Такая легкая, знаете, дама. Но в то же время она знает себе цену, знает, как ответить, знает, как себя преподнести. Не пустышка, я вам хочу так сказать. Хотя на первый взгляд вам покажется, что именно может быть пустышка. Но пересмотритесь к этой даме, потому что это станет для вас сюрпризом. Какой для вас совет, мои дорогие тевцы? А совет такой, что даже если что-то будет разрушено в вашей жизни, скажем, в карьере, какие-то, как мы уже видели, неожиданный какой-то провал, помехи, вероломства, манипуляций, даже какой-то очень нехороший человек, как в одном фильме говорил, редиска, попытается вам помешать, вы все-таки найдете утешение. И вы справитесь с этой задачей. И здесь вас ждет, вы все-таки в ожидании, вот крупная сумма денег, выигрыша, бонуса. Здесь показывают, что человек, опять-таки, финансово обеспеченный человек. Вы все-таки найдете в себе силы и мудрость, чтобы выстоять в этой ситуации и чтобы сохранить свои позиции, особенно в материальном плане. Даже если вы будете испытывать некую нужду, это все кратковременно. Вот такой гороскоп для вас, мои дорогие телецы, на следующую неделю. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поддержите меня лайками, подписывайтесь на мой канал, не забывайте. А я желаю вам всего хорошего. Я благодарю вас за внимание. И скоро увидимся снова. Я с удовольствием работаю для вас. Пока-пока.